Миша шикарный, эти джицерские, цитаты известных джицеров. Зря вы, между прочим, у женщин. Там есть что посмотреть. Конечно, есть. Михаил Юрьевич, покажите легкий способ пройти спайдер-ласа-гард. Спайдер-ласа-гард? Да. Давайте попробуем. Легкий способ пройти спайдер-ласа. Полегче не было позиции. Стас, а можно тогда тебя выгрошить? Стас, ты же, надо мне показать, как там девочка ногу сломала. Ну, во-первых, что бы я рекомендовал? Вот эту руку по возможности развернуть вниз. Тогда вы сможете нормально подзагружать. Если у вас рука будет развернута вверх, вы сразу немного проигрываете это положение. Потому что человек хорошо тянет, начинает загружать, а у вас плечо начинает падать. Поэтому по возможности вот эту руку надо повернуть тыльной стороной ладонью вверх и чуть-чуть подзагрузить ее. После этого я стремлюсь добраться вот до этой ноги. Но у нас здесь остается вот этот риск. То есть, поскольку мы руку развернули, ладошку, нужно ласково положить на бедро с этому товарищу. Иначе вы улетите сверху. Вот так еще раз. Первое, что я бы рекомендовал, не исключаю, что это не самый рациональный вариант, но все-таки развернули руку, поддавили, вставили ногу. У вас возникла, ну, может возникнуть достаточная подвижность руки, чтобы вы передали сюда штанину. И эта рука помогает передать. Взяли с двумя руками. Хоп. И здесь нам сразу надо стремиться так, чтобы не попасть на лассо-свифт. Я бы делал вот так. Мне, в принципе, нравится против спайдера в том или ином виде стремиться к тому, чтобы обработать вот эту штанину двумя руками. То есть я подсгибаю ногу, передаю штанину и разворачиваю человека. Не во всех ситуациях, вероятно, это сработает, но мне вот это иногда помогает, а иногда не помогает. Так что так. Пожалуйста, относительно простой способ. Стас, а ты покажешь? Стас такой, а Стас из мультика «Дом» такой говорит. А давайте мы ляжем, все придут и решат мертвенький. Ну, аж по-другому делаю. У тебя такой же, где-то по сторонам? Да. Спасибо за это. Ну, я стараюсь, как только... Ну, это же не случается одновременно. Начнем, что человек вам заберет сразу и спайдер, и лассо, вот просто сюда телепортируется, ноль. Скорее всего, либо есть спайдер, потом лассо, либо наоборот. Просто, если мы говорим про лассо, очень часто вот этот лассо закидывают, когда человек чувствует, что что-то не так с твоей ногой. То есть, я начинаю в эту сторону всегда, он кидает ногу сюда. Первое, что я делаю на тайминге, пока эта нога глубоко не залезла, я стараюсь руку сюда, ну, может, не полностью вытащить, но убрать вот то, о чем Миша говорил, что если он мою руку туда затянет, то будет не очень хорошо. Поэтому, как только он закидывает лассо, я стараюсь как можно дальше вытащить руку. И очень часто получается, что, ну, естественно, я беру здесь захват, что я могу вот сюда вылезти. Не факт, что он даже отпустит захват, вот этот человек держит плотно, я вот сюда допираюсь, и следующее движение я его гашу сюда в лагерек, через траву байпэс, потому что самая большая уязвимость лассо именно в тот момент, когда человек его закидывает, и я успеваю выкрутить сюда. Вот если я здесь по таймингу успел, я его сразу атакую, даже не думая траву байпэсом, потому что это самый слабый момент во всей этой позиции, потому что если Миша успеет закинуть лассо и затянуть, я не обязательно, ну, сюда я вообще молчу, просто вот сюда, то следующее, что я буду делать, вот эти все попытки, они почти бесполезны, то есть мне придется отходить назад, вот так вот уже работать. Я, в принципе, делаю то же самое, только гораздо сложнее. Ну, то есть, это, короче, как купить билет с четырьмя пересадками до Питера. Спасибо. Спасибо.